К этому направлению науки долгое время относились скептически, оно появилось на стыке медицины и психологии. И сегодня это целая система знаний, которая стоит на страже здоровья. Разбираемся, что такое психосоматика в программе «Качество жизни» с Людмилой Марченко. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Елена Резепова, медицинский психолог. Здравствуйте! Здравствуйте! Елена, что такое психосоматика и откуда вообще взялся этот термин? Психосоматика – это отрасль медицины и психологии, как вы верно сказали, которая изучает заболевания, возникшие под воздействием различных психологических причин. Нам всем известна давно поговорка «В здоровом теле – здоровый дух». Так вот, эта поговорка правильна и в обратную сторону. В здоровом духе, можно сказать, и здоровое тело. Об этом задумывались уже достаточно давно и замечали, что люди в унынии, в каких-то таких настроениях пессимистичных, они болеют тяжелее. Вот, например, после различных травм, после операций, люди, которые настроены очень пессимистично, у них идет период восстановления, реабилитации гораздо дольше, чем у оптимистов. Также много было сделано таких заметок, когда под воздействием определенных стрессовых, очень сильных стрессовых факторов, люди начинали жаловаться на различные боли, например, в области сердца, хотя ни одно из обследований не находило никаких патологий в этих органах. И так постепенно, постепенно медицина, об руку с психологией пришли к выявлению такой взаимосвязи, что да, действительно, между нашим телом и нашей психикой очень тесная взаимосвязь, они очень влияют друг на друга. Как тело на нашу психику, я думаю, многие могут отметить для себя, что когда человек болеет, то, соответственно, у него различные и психологические нарушения. То есть это может быть и повышенная такая чувствительность, раздражительность. Ну, понятно, когда что-то болит, все раздражает. Но это может быть также и снижение аппетита, и чувствительность к ярким краскам, к яркому свету, к резким звукам. Но также и в обратную сторону. Когда происходит какой-то стрессовый фактор, вообще у психосоматических заболеваний есть несколько причин, так скажем. А вообще психосоматика – это заболевание или это какое-то функциональное расстройство? Вот если мы говорим, обращаемся к медицине, мы что можем сказать? Нам к врачу нужно идти сразу, чтобы он нам лечил сердце, почки, легкие, которые отказались из-за того, что мы там поволновались. Вот как раз хотелось бы отметить, что выделяют такие… Ну, понятно, что это достаточно условно, но все-таки в современной науке выделяют четыре разновидности, так скажем, психосоматических расстройств. Вот первый вид – это психосоматические реакции. Они всем нам знакомы. Ну, то есть, когда человек волнуется, когда он в стрессе, он может или покраснеть, или побледнеть. Также всем знакомы, наверное, чувства нехватки воздуха, так называемый гипервентиляционный синдром, когда вот человек дышит, дышит, не может надышаться как бы. Ну, также тошнота бывает, тоже нервная тошнота, иногда даже сорвоты. То есть, человек от сильных эмоций, переживаний, ему может даже вырвать. У деток, все знают, родители, наверное, есть такая особенность, когда, например, ребенок не хочет идти в детский сад, поднимается температура. Так вот, неосознанно детки пытаются, так скажем, отсрочить вот то, что им не нравится, к примеру. Многие слышали так называемый ком в горле, да, когда кажется, что что-то вот застряло в горле, что-то мешает. На самом деле это просто спазм гладкой мускулатуры в области нашего пищевода. И как бы с течением времени это достаточно быстро проходит. То есть, это такая кратковременная реакция. Студентам еще очень знакомо, наверное, перед экзаменом, так называемая медвежья болезнь. Может быть, слышали это. Вдруг неожиданно начинается диарея. Ну, как это, да, расстройство пищеварения. Да, да, учащенное мочеиспускание. То есть, здесь спектр очень большой всего, что может быть. Единственное, что отличает, что это просто реакция. То есть, вот случился какой-то фактор, человек распереживался, разнирничался, у него возник этот симптом. Как только все вошло в норму, симптом прекратился. Дальше вторая разновидность – это уже функциональные расстройства, приходящие. То есть, это не короткий какой-то симптом. Это может быть все то же самое, например, ком в горле, но который не прошел там за 15 минут, за 30 минут, а который держится несколько дней, например. Или же, опять же, головные боли, напряжение так называемое, когда болит голова, от того, что какие-то проблемы на нас свалились. Если это просто реакция, голова быстро очень проходит. Если это уже психосоматическо-функциональное расстройство, голова может болеть несколько дней. Следующая стадия, следующая разновидность – это уже устойчивые расстройства. Их в медицине называют соматоформные расстройства. То есть, это уже что-то длительное, то, что уже закрепилось. То есть, уже по типу хронического заболевания может быть? Внешне, да, это выглядит как заболевание. И вот тут-то начинается мучение для и пациента, и для доктора. То есть, человек, страдающий соматоформным расстройством, начинает углубленно изучать свое здоровье. Это правильно. То есть, он проходит разных врачей, проходит кучу разных обследований, анализов. Но, что характерно для этой стадии, ничего не находит. То есть, никакой органической патологии нет. То есть, здесь уже могут наблюдаться такие комплексные синдромы. Это может быть боль в сердце, боль в животе, опять же, расстройство стула. Человека могут беспокоить боль в желудке, тошнота та же самая. Или же боль в правом подреберье. Или всем знакомое слово вегетососудистая дистония, когда кружится голова, слабость, полуобморочное состояние или даже обмороки. И человек, здесь надо сказать, что это реальные страдания. Это не то, что человек притворяется или как-то сам себя обманывает. Нет, это на самом деле существует определенная жалоба. Но врачи разводят руками, они ничего не находят. И уже последняя разновидность и последняя стадия, потому что это иногда идет в виде развития процесса, это уже психосоматическое заболевание, которое имеет уже действительно органическую основу. То есть когда-то таки все-таки находят патологию. То есть вот это длительное нарушение функционирования какого-либо органа приводит в конечном итоге к его уже деформации, к тому, что его структура повреждается. То есть орган привыкает работать плохо из-за того, что есть внешний фактор, который нас раздражает. Орган один раз сработал как реакция, потом он начинает этот опыт нарабатывать все чаще и чаще, потом он его воспринимает как обычную форму и говорит, что, дорогой мой, я твое заболевание. Происходит закрепление, так называемый патологический условный рефлекс. В нашем головном мозгу, к сожалению, закрепляется вот такая норма функционирования. Например, про артериальное давление мы уже говорили, что оно поднимается кратковременно как реакция на что-то. Но если в дальнейшем давление все больше и больше сохраняется, все, так скажем, срок, длительность все больше и больше, мозг начинает поддерживать уже эту патологическую норму. Уже происходит смещение акцентов, и для организма кажется, что для него норма, например, 160 на 100, хотя это цифры очень серьезные. Соответственно, повреждается стенка сосудистая, сердце работает на износ, увеличивается сердечная мышца, соответственно, коронарные сосуды не растут. И вот вам, пожалуйста, реальная ишемическая болезнь сердца, то есть когда уже находят, так скажем, субстрат болезни. Поэтому психосоматические расстройства, вот они разные. Иногда это что-то приходящее, то, что не имеет под собой биологической основы, а иногда это уже настоящее заболевание. И раньше к таким вот настоящим заболеваниям относили, может быть, многие вас удивят, это бронхиальная астма, сахарный диабет, артериальная гипертония, язвенный колит, язвенная болезнь желудка, 12-перстной кишки, нейродермит. Но вот сейчас все больше и больше приходится слышать мнение, что вообще в принципе в каждом заболевании можно найти, так скажем, причину психологическую. То есть нельзя сказать, что только лишь психология лежит в основе всех заболеваний. Сейчас все больше сходится во мнениях, что это целый комплекс. Сначала это должна быть предрасположенность какая-то, или же наследственная, или же в целом конституция человека, характер человека, плюс влияние внешней среды, плюс непосредственно реакция человека, то есть то, как он реагирует на какие-то стрессовые ситуации. То есть должна быть стрессоустойчивость, которая будет обеспечивать нашу стабильность, так скажем, ну не нашу стабильность, а стабильность работы всех внутренних органов и систем. Вот человек что должен делать себе? Постоянно отдавать отчет в том, что он нервничает, нужно не нервничать, каких, наверное, не знаю. Во-первых, мне кажется, нужно обладать определенным знанием, для того, чтобы вовремя уметь себе сказать, стоп, я нервничаю, я перешел уже какую-то черту, дозволительную, которая будет, дальше будет мое идти разрушение. Либо он должен понимать, что это происходит с точки зрения медицины, какие изменения. Но мне кажется, мы не все сильные, не всегда себя можем контролировать. Наша жизнь, она невозможна без разных стрессов. К сожалению, жизнь это не каждодневный праздник. Конечно, лучше всего начинать с формирования стрессоустойчивости. Здесь вы совершенно правы. То есть, что под этим стоит? По большому счету, все очень просто. Это здоровый образ жизни. Если мы будем правильно питаться, правильно высыпаться, заниматься спортом, то есть иметь двигательную активность, у нас будет больше ресурса противостоять каким-то внешним неблагоприятным факторам. Сюда же в стрессоустойчивость входят бережные к себе отношения. Это, к сожалению, не очень распространено, не очень популярно. То есть, заботиться о себе, заботиться, зная, что действительно каждая эмоция влечет за собой определенные изменения в теле. То есть, каждая эмоция, то, что мы чувствуем, это лишь вершина айсберга. Каждая эмоция, можно сказать, вызывает целую бурю нейрогуморальную, как говорят. То есть, у нас происходит выработка колоссальная разных химических веществ. Все это требует приложения. То есть, меняется функционирование органов. Нам хочется что-то делать. Можно, как говорят медики, поменять вообще гормональный фон, а это как раз-таки слаженная работа всех систем в организме. То есть, ну вот представьте, что у вас есть очень какое-то мощное, сильное оружие, но задействовать его просто так по пустякам, наверное, не стоит. Поэтому, ну так сейчас уже избитое слово осознанность, но она важна. Да, мы не можем полностью исключить отрицательные эмоции из нашей жизни, но понимать, осознавать, а стоит ли оно того, а заслуживает оно того. Да, есть реальные вещи, которые заслуживают наших переживаний, наших страданий, когда что-то важное происходит. Но, тем не менее, очень часто люди распыляются, живут неосознанно стимулы реакции, стимулы реакции, как вот у подопытных животных. А нужно, чтобы между стимулом и реакцией, то есть между раздражителем из внешней среды и нашей реакцией на ним, ещё вставить немножечко осознанности, немножечко на 1-2 минуты задуматься, что сейчас происходит, а действительно ли оно стоит того, чтобы я так сильно расстраивался. Так вот, вот это первая часть, это стрессоустойчивость. Ну а когда уже у нас не получается выдержать удар, когда уже идут очень сильные эмоции, то тогда уже, конечно, надо с ними работать, правильно их выражать, правильно их проживать, свои эмоции. Ну вот вы сейчас упомянули такую пословицу, скажем, народная мудрость, здоровый теле, здоровый дух. И тогда вот я должна как? Идти заниматься и бороться со стрессом через физические упражнения, через какую-то работу активную, которая будет меня утомлять, которая, ну просто мышечная нагрузка, она будет отвлекать от мыслей, которые вызывают какой-то негатив. Да, отвлечение хорошо, но не сразу. Сначала, опять же, осознанность. Сначала мы должны дать немножечко себе времени прислушаться, а что сейчас происходит. Потому что не все нам кажется, что нам в каждую минуту мы осознаем, что с нами происходит. Но это не так. Если человек задумается, он посмотрит. Я сейчас злюсь, нужно немножечко посмотреть, а что за этой злобой, а что это вызвало. А на самом деле, может быть, я не злюсь, а может быть, это обида, а может быть, это чувство, что меня недостаточно уважают или нет признания того, какого мне бы хотелось. То есть честный, открытый диалог с самим собой о том, что происходит. Затем называние этой эмоции, конкретное называние. Мне обидно, мне больно, я злюсь. Хорошо, если есть с кем поговорить, то есть проговорить эту эмоцию. Это очень важно. Если нет такого человека, близкого, понимающего, можно это все написать в своем дневнике, образно, например, нарисовать метафорически, слепить, сделать калаш. Много разных психологических таких приемчиков. То есть мы как-то даем выход этой эмоции или словесно, или в виде образов, визуально. И уже затем мы подключаем голову снова и анализируем, а что с этим делать. Или же, значит, мы продумываем план решения, как я буду справляться с тем, что возникло. Ну или бывают такие ситуации, когда мы ничего не можем поделать, как в пословице. Тогда приходится просто смириться, принять это, изменить отношение к этому. И уже только после этого, то есть смотрите, сначала поработали с эмоциями, немножко в них побыли, прожили их. Потом мы поработали головой, то есть проанализировали, а что произошло, а что с этим делать. И только потом мы начинаем отвлекаться, снижать это напряжение. Здесь тоже важная особенность. Физическая нагрузка – это очень действительно хорошо и полезно, но она должна быть умеренная. Если человек будет заниматься до изнеможения, там в зале или пробежка, это вызовет еще, ухудшит его состояние, вызовет еще большее напряжение. То есть, опять же, усталость физическая, она может снова вызвать стресс. Да, конечно. То есть это будет увеличение стресса. Наш мозг и так, немножечко так уже на истощении в стрессе. А тут еще физический стресс. Поэтому нагрузка умеренная физическая. Также очень полезно просто погулять. Здесь к физической нагрузке добавляется еще. Ну и релаксация от вида красивых мест, природы особенно, если это живая природа. Опять же, общение с близкими, с животными. Очень хорошо, я не устаю это повторять, очень важно, когда у человека что-то есть, чем горит его душа, что наполняет его радостью. Вот это многое значит. И в той же стрессоустойчивости, и вообще, когда плохо, помочь себе это заняться любимым делом. Я сейчас правильно поняла, что у нас есть определенный какой-то багаж, багаж наших эмоций. Часть этих эмоций мы несем из детства. То есть вот эти чемоданчики, мы их несем прямо с самого раннего детства. И вот мы должны периодически их открывать, наводить ревизию, что-то выбрасывать, от чего-то избавляться, вернее, от чего-то избавляться и говорить, что это нам нужно, это нам не нужно. Но еще мы должны не только этим заниматься постоянной ревизией, самокопанием, а еще какое-то найти приложение. Это что, вязать начать? Вообще можно и вязать. Это очень хорошо. Кстати, для отвлечения полезна такая деятельность, где не надо думать, где много на автомате. Ну, понятно, что все равно там нужно сверяться со схемой. И, может быть, многие слышали, даже мужчины сейчас увлекаются вязанием. Поняли наш секрет женский. Надо сказать, что, конечно, мы не можем от одних эмоций избавиться окончательно, а другие оставить. Конечно, они все равно будут приходить в нашу жизнь. Но если есть что-то такое застарелое, особенно из детства, то есть чувство обиды, какие-то травмы психологические, потому что психосоматические заболевания, они возникают, конечно, чаще всего как ответ на стресс. Но еще это бывает именно из-за того, что когда-то была психическая травма. Например, когда человек очень долго держит обиду на что-то или же очень долго испытывает чувство вины. Мне кажется, это просто заложено в нашей культуре, и не принято все эмоции выставлять на показ. А мы их как-то собираем, собираем у себя внутри, и потом они дают какой-то очень негативный эффект в нашем здоровье. Да, мы достаточно закрыты, и даже близким стараемся не делиться. И мне, как психологу, приходится слышать, что даже маме, папе, мужу, а зачем я их буду расстраивать? Я тогда спрашиваю, а какой смысл тогда иметь близких людей? Разве не в том, чтобы мы друг другу помогали, так скажем, держаться на плаву? Для меня это немножко непонятно. Близки на то и нужны. Да, мы их бережем, мы можем, например, не сказать в полную картину, чтобы немножко пощадить, но поделиться в той или иной степени, что мне плохо, это обязательно нужно. А уж если такие чувства сильные, серьезные, то тогда, конечно, нужно идти к психологу, разбираться с психологом, со своими давнишними травмами, чтобы они не переросли в серьезные такие достаточно заболевания. Потому что по наблюдениям даже онкологические заболевания, говорят, возникают вследствие очень тяжелых отрицательных эмоций, в которых человек достаточно длительно, долго существует. Поэтому это очень важно, заниматься такой психогигиеной, психопрофилактикой. Во-первых, конечно, не паниковать, когда что-то, как я уже сказала, человек ощутил, например, ком в горле или нехватка воздуха, понимать, действительно читать, знать, что это такое, что со мной происходит такая телесная реакция. И затем уже наблюдать. Если, конечно, какое-то идет уже заболевание, то есть какой-то симптом длится долго, конечно, здесь надо в первую очередь начать с врача, то есть начать с полноценного обследования. И только когда вы все исключили, то есть вы прошли обследование, ничего не нашли. И сам врач, порой сейчас врачи большие молодцы, они действительно сами направляют к нам, к психологам и говорят, вам нужна консультация психолога. Тогда уже... Это пациентов пугает вообще обычно? Вы работаете в медучреждении, когда он приходит, он говорит, ну что вот мне лечить не захотела, послал вот к психиатру. Часто с психиатром еще путают. Да. Обычно это не пугает, наоборот, злит. Потому что люди в этом читают какое-то обесценивание. Ну, он решил, что я прикидываюсь, что на самом деле у меня нет таких симптомов. Нет, совершенно не так. Врач действительно увидел, что есть эти симптомы. Он увидел, что основы для них никакой нет. Есть еще такая особенность, что вот эти все симптомы, они не поддаются лечению. Если это психосоматика, то эти симптомы не убираются привычными препаратами, которые действовали бы, если бы это было настоящее заболевание, например, гастрит. Человек чувствует боль в области желудка, а в желудке все хорошо. Тут никакие таблетки эту боль не снимут. Тут тогда нужно действительно... Врач хочет помочь человеку, избавить его от этой боли. Тогда нужна помощь психолога, психотерапевта, когда совсем другие препараты именно снимут ему эту боль. Поэтому немножечко люди разочаровываются, но здесь уже наша задача специалистов объяснить им, что здесь не надо огорчаться, а наоборот нужно радоваться, что посмотрите, как хорошо, что вы вовремя обнаружили, что у вас еще это не переросло в настоящую болезнь, что еще можно предупредить болезнь, если немножко поработать в другом направлении. А есть какая-то зависимость, даже не зависимость, а, например, какие эмоции у нас будут отвечать за развитие определенных заболеваний или психосоматических расстройств? Вообще это принято. Иногда можно такие статьи читать, но это не совсем научно. Иногда говорят, что если болит сердце, значит много невыраженных эмоций. Или, например, если болит шея, то значит ты недостаточно гибкий, то есть не смотришь влево-вправо. Если болит спина, значит недостаточно тебе, не хватает тебе в жизни такой какой-то устойчивости, уверенности. Но если честно, я не верю в это. На самом деле все гораздо сложнее. То есть это из разряда какой-то метафизики. На самом деле все происходит по механизму, где тонко там и рвется, как я уже сказала. Если человек где-то предрасположен, какой-то орган, немножечко он функционирует, чуть ниже нормы, так скажем, не так, как должен был бы. Или какие-то наследственные моменты, как я уже говорила, предрасположенность, например. Вот там и проявляется. То есть у нас, когда мы переживаем, у нас в головном мозге, что происходит? У нас возникает немножко науки очаг возбуждения, который называется доминантой. То есть вот маленький очажок коры головного мозга, он, так скажем, каратиту, он взбудоражен, возбужден. И если это достаточно долго, то есть он на себя привлекает всю-всю энергию с других зон коры головного мозга. Что происходит? Тогда другие зоны начинают страдать. Происходит истощение нервной системы, и уже другим органам мало внимания. И вот какой орган не выдержит вот этого мало внимания? Тот, где была предрасположенность, предрасположенность, так скажем. Ну и еще можно отметить, что, как уже я говорила в нашей с вами встрече прошедшей, например, когда человек злится, гневается, у него может наблюдаться спазм желчевыводящих протоков. Тогда это может привести к желчекаменной болезни. То есть застой желчи, она быстрее кристаллизуется, выпадает осадок, и быстрее формируется камень. То есть никакой здесь околонаучных никаких вещей нет? Это просто медицина? И все это, так скажем, все процессы, которые регулируются на головном мозге? Есть еще характер типа А, я тоже уже озвучивала, когда человек стремится к высоким достижениям, соперничает, очень ревнив вот по отношению к результатам других людей. И у таких людей, да, у нас у всех, когда мы испытываем стресс, поднимается артериальное давление, но у людей с этим характером артериальное давление поднимается еще выше. То есть они больше склонны, например, к инфарктам, к инсультам. То есть тут тоже все очень понятно, и никаких магических таких вещей нет. Итак, если мы подытожим, то нам достаточно обычному человеку, который не является медиком по образованию, психологом, вспомнить наш учебник физиологии, где мы изучали, как устроен человек, как работает его органы системы, и внимательнее отнестись к себе и попытаться разобраться, что же с нами происходит, когда мы даем воле своим эмоциям. Или наоборот, не даем воле этим эмоциям. Все правильно, да? Я бы сказала, можно почитать и свяжить память. У нас есть вегетативная нервная система. Она делится на парасимпатическую и симпатическую. Вот когда мы взбудоражены, когда что-то плохое, нам тревожно, это идет возбуждение парасимпатической нервной системы. То есть посмотреть, за что отвечает, простите, симпатическая нервная система. Посмотрите, за что отвечает симпатическая нервная система. И, возможно, вы увидите эти симптомы. То есть, например, усиление перистальтики кишечника. соответственно мы можем понять почему диарея также учащение частоты сердечных сокращений вот пожалуйста мы видим почему артериальная гипертва почему повышается давление так скажем то есть сначала если это что-то кратковременно приходящее понять что это физиология на этом не зацикливаться потому что вот это когда человек зацикливается аха у меня ком в горле порой это еще больше нарастает обрастает то есть он начинает опять же ходить по врачам изучать свое горло вдруг у меня рак горло то есть здесь должна золотая середина как и во всем если это кратковременный незначительный симптом который сам прошел не торопитесь паниковать но если это что-то уже такое еще более ощутимое которое длится дольше тогда нужно тоже опять же не паникую начать с обследования начать с обращения к доктору спасибо большое и я думаю что следует еще раз напомнить что в здоровом теле здоровый дух причем это пословица работает как в одну сторону так и в другую это была программа качества жизни с любит милой марченко до встречи а 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 но и streams и а Продолжение следует...